Дети в школу собирайтесь, взрослые помогут. Традиционная акция, призванная помочь подготовить к новому учебному году ребят из многодетных и малообеспеченных семей, снова объединила неравнодушных муромлян. Подробности в сюжете. Оксане Мяснюковой 38 лет. У многодетной мамы пятеро детей. Двоим из них сегодня помогали собраться в школу в первом косе. Двое детей идут в школу, в шестой и в первый класс. Будем рады каждой помощи. Акция добровольная, традиционная и, как правило, востребованная. Подготовка ученика в школу способна серьезно ударить по бюджету, тем более, если семья попала в сложную жизненную ситуацию. В городе Муроме существует добрая традиция к первому сентября помогать детям из малообеспеченных семей. К нам обратился председатель КОСА номер один, Совет народных депутатов округа Мурома за предоставлением такой помощи. Обращаюсь к неравнодушным муромлянам, которые могут помочь жителям города, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Можно приносить в КОСА канцтовары, детскую одежду, обувь, чтобы помочь собрать детей в школу. Удобные пеналы, тетради, разноцветные карандаши и наборы ручек. Среди подарков школьной принадлежности, которых первокласснику хватит на весь учебный год. Я иду в третий класс, мне очень понравился этот подарок, потому что есть все, что мне нужно к школе. Особенно я рада набору фломастеров, они очень яркие. Уже известно, что если отталкиваться от минимальных требований, то сборы ребенка в начальную школу обойдутся почти в 20 тысяч рублей. Но это в случае, если закупаться дешево и сердито. Так что малообеспеченным семьям акция «Дети в школу собирайтесь» будет в помощь. Елена Петрова, Алексей Капотов. Новости Муром.